Продолжение следует... И я немного скажу о прозе Пушкина, потому что, конечно, это тоже важная часть его творчества. И начну я со сборника повести Белкина. Повести Белкина написаны в 1830 году и включают пять произведений. Выстрел, метель, гробовщик, станционный смотритель, барышня-крестьянка. К ним примыкает история села Горюхина. Повести широко охватывают современную Пушкину действительность. В них даны картины общественных отношений, быта, поместного дворянства. Очень хорошо показаны особенности поместных дворян. И быт, и нравы, и какие-то особенности характера вот этой части общества. Это и «Метель», повесть «Метель» и повесть «Барышня-крестьянка». Хорошо показаны нравы армейских офицеров в повести «Выстрел». Городских ремесленников в повести «Гробовщик». Мелких чиновников в повести «Станционный смотритель». И, допустим, «Крепостных крестьян», можно так сказать, в повести «История села Горюхина». Пушкин выпустил повести анонимно, приписав авторство вымышленному персонажу, Ивану Петровичу Белкину. Рассказывая трагическую историю «Станционного смотрителя», а именно эта повесть «Станционный смотритель» самая такая доминирующая в сборнике, самая значительная, Пушкин рассказывая о том, как нищий, несчастный буквально станционный смотритель, который находится на самом низшем уровне чиновничьей иерархии, который испытывает постоянное ощущение бесправия, унижения, участь бедных и, так называемых, маленьких людей. Именно историю маленького человека, то есть выброшенного на задворке общества, нам показывает автор. И с едкой насмешкой Пушкин показывает узаконенность таких порядков в помещичьи чиновничьей Руси. У бедного «Станционного смотрителя» единственная отрада в жизни горячо любимая дочка Дуня, которую увозит гусар Минский обманом. Правда, судьба Дуни достаточно благополучная, потому что Минский увозит её с её согласия, и в принципе она занимает достойное место в его жизни, она становится барыней, но она совершенно забывает о бедном отце. И маленький человек, Вырин, приходит пешком в Петербург, чтобы узнать о судьбе своей дочки. Но он выгнан Минским, спущен с лестницы и с горя умирает. А Дуня с детьми приезжает на его могилу и плачет, понимая свою вину. Повесть «Станционный смотритель» своей, так сказать, вот направленностью, вниманием к маленькому человеку оказала очень большое влияние на последующую литературу, и в частности на творчество Гоголя, который продолжает тему маленького человека в своих произведениях. Резкую политическую сатиру на крепостничество представляет повесть «История села Горюхина». Здесь интересный такой прием авторский применяет Пушкин. Летопись здесь ведет прадед самого Ивана Петровича Белкина и пишет, например, «Четвертого мая снег, тришка за грубость бит. Шестое – корова бурая пала, сенька за пьянство бит. Девятое – дождь и снег, тришка бит по погоде». То есть вот это унижение крепостных, это бездарное правление приказчика, которое приводит село Горюхина к совершеннейшему опустению, это, конечно, пародия на крепостническую Россию и во многом, так сказать, источник вдохновения для писателя второй половины XIX века Салтыкова-Щедрина, который в истории одного города продолжит эти пушкинские традиции. Мир поместного дворянства, различные типы помещиков, крестьян, их взаимоотношения очень хорошо изображены Пушкиным, к сожалению, незаконченным о романе Дубровске, тем не менее, несмотря на его незаконченность, он в школьной программе у нас в России. И Пушкин с большим сочувствием показал крестьян и в то же время отметил, что единства у протестующих дворян с крестьянами, к сожалению, нет. Судьба молодого дворянина, который по капризу богатого помещика, по сути, становится нищим, потому что тот отбирает у его отца единственное маленькое имение, и молодой офицер собирает шайку разбойников, как в таких романтических произведениях, и начинает нападать на проезжающих исключительно богатых людей. Бедных он никогда не трогает. Ну и, конечно, история любви Дубровского и Маши, девушки из семьи врага, дочери помещика Троекурова, который отобрал имение у отца главного героя Владимира Дубровского. И мы понимаем, что не может благополучно закончиться такого рода повествование, так оно и происходит. Маша в силу трагических обстоятельств достается совершенно другому человеку, богатому, знатному и жестокому, а Дубровский остается ни с чем, и куда он девается потом, никому не известно, потому что, как я уже сказала, роман не закончен. Но основной наш разговор с вами пойдет сегодня о повести «Капитанская дочка». Еще с 20-х годов Пушкин проявлял глубокий интерес к историческому прошлому своей страны. Он отразил это и в «Трагедии Бориса Годунов», и в поэме «Полтава». Пушкин хорошо знал историю страны и, конечно, пользовался этим при создании своих произведений. А интерес к истории обострился у Пушкина особенно в 30-е годы, потому что в это время в России обострилось количество крестьянских волнений. И оценивая внутриполитическую обстановку, начальник жандармов в то время докладывал царю, весь дух народа направлен к одной цели – освобождению. Вы из занятий по истории уже в курсе о Пугачевском восстании и уже, я так понимаю, ориентируетесь в исторических предпосылках и особенностях этой страницы истории, потому что капитанская дочка Пушкина исключительно на этих событиях и основана. Итак, у Пушкина возникает интерес к крестьянской революции. И черновой набросок к истории села Горюхина, вот о котором я упоминала, заканчивается словом «бунт». То есть, что жители обездоленного села просто решили взбунтоваться. Шире касается Пушкин темы крестьянской революции и в романе «Дубровский», где прямо противопоставлены друг другу два мира – крепостных крестьян и их угнетатели. В «Капитанской дочке» тема крестьянской революции уже становится центральной. Созданию повести предшествовала большая работа, проведенная Пушкиным по изучению Пугачевского восстания. Пушкин исследовал архивные материалы, он ездил в Оренбург, на Урал, он беседовал с очевидцами, то есть он застал еще совсем-совсем таких престарелых людей, которые еще были свидетелями Пугачевского восстания и, так сказать, разговаривал с ними и многое понимал, что называется, из первых уст. И, разумеется, на основании всего этого он пишет историю Пугачева, то есть сначала было такое произведение, которую царь переименовал в историю пугачевского бунта. Кроме того, поэт, естественно, при разговоре с оренбургскими крестьянами, которые еще застали Пугачева, хорошо успел достаточно подробно выяснить, каковы были настроения простых людей, то есть ему было на что опереться в создании повести. Основной темой повести является крестьянская революция, крестьянское восстание. В художественных образах Пушкин нам показывает, конечно, народный характер пугачевского восстания. Но, по сути, повесть не только о пугачевском восстании, а и, так сказать, о Пугачеве в том числе, потому что Пушкину интересно было показать именно образ вот этого крестьянского лидера, показать существующие реалии XVIII века. И не случайно замечательный наш известный русский критик Белинский назвал повесть «Капитанская дочка» Онегиным в прозе. То есть, да, вы помните, как он сказал о романе Евгении Онегин, что это энциклопедия русской жизни. Значит, «Капитанская дочка» своего рода тоже энциклопедия русской жизни только XVIII века. В повести решаются вопросы о взаимоотношениях помещиков и крестьян. Поднимаются вопросы внутренней политики. Говорится об обязанности дворянина перед народом, государством и своим сословием. Поскольку «Капитанская дочка» является не только исторической, но и семейной повестью, Пушкин ставит вопросы, связанные с морально-бытовой стороной жизни дворянства. Тема человеческого счастья, любви, истинного благородства. Вот все здесь буквально поднимается к «Капитанской дочке». Конечно, хоть это произведение и художественное, но Пушкин очень точно, верно раскрыл ход, характер крестьянских восстаний, неоднократно вспыхивавших в стране, в Поволжье, на Урале, и которые, собственно, привели к войне 1773-1775 году. Причину этих восстаний поэт справедливо видел в крепостном гнете, в жестокостях, в самовластие правителей. И Пушкин отчетливо показывает социальный и национальный состав пугачевцев, пугачевского, так сказать, войска. Это крепостные крестьяне, это рядовые казаки, это башкиры, чуваши, татары, это беглые каторжники, это рабочие уральских заводов. То есть это движение угнетенных масс. И оно встретило широчайшую поддержку в народе, где бы ни появлялся Пугачев, в большинстве мест его встречали хлебом с солью. Сочувствовали Пугачеву и солдаты царских войск. Недаром в повести есть такой фрагмент, военный совет в Оренбурге, у главнокомандующего Рейнсдорпа, и все чиновники на этом военном совете говорили о ненадежности войск. То есть они буквально готовы перейти на сторону Пугачева. Несмотря на стихийный характер восстания, социальная направленность его была в принципе ясна для каждого участника. Оно было направлено против помещиков, против правительства, против крепостного права. То есть тут как бы все понятно. И разумеется, в повести центральное место занимает восстание под предводительством Пугачева. Хотя внешне главным героем выступает молодой дворянин Пётр Алексеевич Гринёв, от имени которого и ведётся повествование. Но именно Пугачёв стоит в центре произведения, так как он определяет судьбу действующих лиц. С ним связаны все сюжетные линии повести. Собственно, вы видите, да, вот сейчас на заставке, что жанр роман в скобочках историческая повесть. Сам Пушкин до конца не определился, какого жанра получилось произведение. Поэтому в каких-то случаях называют роман в каких-то повесть. С изображением Пугачёва Пушкин резко расходится со многими дворянскими писателями, которые освещали тоже эти события. То есть они показывали Пугачёва как изверга, человека, так сказать, вне закона, рождённого, потому что в его естестве не было никакого добра, никакой духовности. Пушкин показывает совершенно по-другому Пугачёва. Достаточно привлекательный внутренний облик, воплотивший в себе характерные черты русского народа. Здесь какая-то и широта, и цельность натуры, и удаль такая молодецкая, и такая народная смётка. Вот у Пушкинского Пугачёва всё это есть. Конечно, он кровно связан с народом, он сам из народа, он пользуется любовью и поддержкой. Народ видит в Пугачёве народного царя, а он-то себя позиционирует, да, как царя Петра Третьего. И, собственно, все казаки и солдаты Белогорской крепости не желают сражаться против Пугачёва и переходят на его сторону. Чтобы подчеркнуть близость Пугачёва к народной массе, какое-то вот, я бы сказала, такое кровное родство, Пушкин широко использует фольклор. Во-первых, речь Пугачёва пересыпана какими-то пословицами и поговорками. Честь и место, долг платежом красен, утро вечера мудренее, казнить так казнить, миловать так миловать. И Пугачёв любит народные песни и сказки, и Пушкин их приводит в романе. И желая дать понять Гринёву, как ему, Пугачёву, дорога вольная жизнь, он прекрасно передаёт это через образы калмыцкой сказки об орле и вороне. Когда ворон говорит орлу, вот ты не клюёшь, падаль, как я, ты всегда охотишься за свежей добычей, поэтому и живёшь мало. А вот я клюю падаль, а зато живу долго. Ну и, соответственно, да, вывод. Лучше, так сказать, меньше жить, но, так сказать, иметь честь и достоинство не опускаться до того, чтобы питаться падалью. Итак, Пугачёв справедлив, великодушен, отзывчив. Эти качества ясно выступают по отношению к главному, так сказать, герою, от лица которого ведётся повествование, Петру Гринёву. Потому что Пугачёв, собственно, как входит в жизнь Гринёва, вот посмотрите справа, да, на иллюстрации, Буран, и когда молодой дворянин направлен отцом не в гвардию, куда он был записан ещё с рождения, а, так сказать, в армию, где, так сказать, как считал его отец, из него сделают настоящего офицера, значит, они отправляются в Оренбургскую крепость, и в пути их застаёт Буран. Буран в степи – это очень опасное природное явление. Он заносит, замерзают люди в степи, и вдруг они неожиданно встречают, в такую непогоду встречают одинокого путника. И этим одиноким путником оказывается Пугачёв, который вывел их на постоялый двор, и в благодарность за это Гринёв дарит ему свой зайчий тулупчик и бокал вина, не подозревая, что эти, в общем-то, скажем так, не очень серьёзные подарки впоследствии сыграют очень большую роль в его жизни, по сути, эту жизнь его и спасут, потому что Пугачёв оказался благодарным человеком и, помня об этой барской милости, пошёл ему навстречу и оставляет его в живых. Мы видим, что в процессе романа он продолжает совершать какие-то очень благородные поступки, и по отношению к Гринёву принципиальность молодого офицера пришлась по душе Пугачёву, хотя он честно заявил, что служить ему не будет, что он давал присягу, что он российский офицер, и на сторону Пугачёва он не перейдёт, и, казалось бы, должен был заслужить не милость Пугачёва, но, тем не менее, Пугачёву понравилась вот такая честность и принципиальность, и он оставляет в живых молодого дворянина, и не раз впоследствии ему помогает. Вот слева как раз вы видите иллюстрацию, когда Пугачёв держит подаренный ему бокал вина. А справа вот та, так сказать, Белогорская крепость, куда приехал служить Гринёв, и которая только по названию могла считаться крепостью. Конечно, не было никаких бастионов, как ожидал увидеть молодой офицер. Было очень невзрачное маленькое поселение, которое, конечно, никаких оборонительных функций выполнять не могло. Пугачёв неграмотен, но умён и талантлив. Он обладает незаурядными способностями полководца. И во время сражения он личным примером ободряет своих бойцов. Кстати, демонстрируя порядок и организованность. И Пушкин нам покажет в романе два военных совета. На обоих присутствует главный герой Пётр Гринёв. Сначала на совете Пугачёва, и потом на совете в Оренбурге. Мы видим, что совершенно по-разному Пушкин нам показывают два военных совета. На военном совете у Пугачёва никто не следит за реакцией лидера. Каждый смело высказывает свою позицию. Пугачёв прислушивается к мнению каждого. На офицерском совете в Оренбурге, естественно, все офицеры высказывают мнение в угоду главнокомандующим. Образ Пугачёва раскрывается во взаимоотношениях его с Гринёвым, в противопоставлении его царским генералам и офицерам, и даже в противопоставлении Екатерине Второй. Потому что в силу сюжетных ходов так получается, что Екатерина Вторая спасает Гринёва благодаря заступничеству его невесты, капитанской дочки Маши Мироновой, которая не побоялась поехать с визитом во дворец, чтобы рассказать об истинном положении вещей императрицы. Императрица помогает, правда, убедившись, не был ли Гринёв пугачёвцем. И уверяет Машу Миронову, что она позаботится об их благосостоянии и обещание своё не выполнила. Ну, как говорится, спасибо за то, что уже хотя бы Гринёва освободила. Что касается благосостояния, всё осталось, как и было. То есть она ни во что не вмешалась. А вот пугачёв, он действительно совершает благородные поступки и помогает молодым. Он спасает и Гринёва, и его невесту. Итак, главным героем семейно-бытовой части повести является Пётр Андреевич Гринёв, сын помещика. Гринёв получил домашнее воспитание по обычаю того времени. Сначала под руководством своего дядьки Савельевича, вот на иллюстрации слева он на втором плане. И потом француза Бапре, который был по образованию парикмахером, что, в общем-то, было очень характерно для небогатых дворянских семей. Главное, что француз. А с каким уж он там образованием, это уже дело десятое. Ну и мы видим, что отец Гринёва властный до самодурства, но честный, чуждый предательству человек, который никогда не подхалимничал, никогда не искал чинов, а честно служил и хорошо знал Суворова. И поэтому ему хочется, чтобы и сын продолжал вот такую офицерскую стезю. И отправляет его, как я уже сказала, не в гвардию, а в армию. Напутствует его известная поговорка «Береги честь с молоду». И Пётр Гринёв старается выполнять заветы отца во время обороны Белогорской крепости, вот которая справа на иллюстрации. Он ведёт себя, как храбрый офицер, честно исполняющий свой долг. На предложение Пугачёва поступить к нему на службу, Гринёв после минутного колебания отвечает решительным отказом. «Голова моя в твоей власти», – сказал он Пугачёву, – «отпустишь меня, спасибо, казнишь бог тебе, судья». Прямота и искренность Гринёва понравились Пугачёву и расположили к нему великодушного вождя восставшего народа. Однако не всегда долг побеждал в душе Гринёва. Его поведение в Оренбурге зачастую определяется не долгом офицера, а чувством любви к Маше Мироновой. Нарушив военную дисциплину, он самовольно отправляется в Белогорскую крепость спасать любимую девушку. И только освободив её, при помощи Пугачёва, он снова возвращается в армию, вступив в отряд Зурина. Пётр Гринёв разделяет дворянскую точку зрения на крестьянское восстание. Он видит в нём бунт бессмысленный и безобразный. Это, кстати, известная пушкинская фраза. «Не дай вам бог увидеть русский бунт бессмысленный и безобразный». И, конечно, он видит в Пугачёве разбойника, доброго, благородного, но всё-таки разбойника. И в сцене, когда он требует денег у Савельича для уплаты проигрыша карточного, он ведёт себя, Гринёв я имею в виду, как помещик-крепостник. Но, тем не менее, всё-таки по своей натуре он человек мягкий, добрый. Он готов признать свои ошибки. Он признаётся в своём легкомыслии. Чувствуя себя виноватым перед Савельичем, он просит у него прощения, несмотря на то, что это его крепостной дядька. И выручает Савельича, когда тот попал в руки пугачёвцев. И Гринёв, конечно, в силу молодости доверчив. Он плохо разбирается в людях. И поэтому более старший офицер Швабрин сначала действительно вводит в его заблуждение. Но, к счастью, Гринёв для себя начинает со временем понимать, что собой представляет такой человек, как Швабрин, который и в самом деле впоследствии оказался предателем. Гринёв питает искреннюю любовь к Маше Мироновой, капитанской дочке. То есть она дочь капитана Миронова, командира вот этой Белогорской крепости. И несмотря на простоту этой семьи, невеликий чин. Вот вы слева видите Василису Егоровну, жену капитана Миронова, который справа изображён. Чуть позади неё Маша Миронова, в которую влюбляется как раз молодой Гринёв. И мы понимаем, что, конечно, Швабрин, который здесь же изображён, который тоже имел виды на Машу, пытается Машу подать в очень невыгодном для Гринёва свете. И, разумеется, образ Гринёва дан в развитии. Справа мы видим сцену дуэли, когда Гринёв вызывает Швабрина на дуэли за его оскорбление Маши. И он не побоялся, несмотря на то, что у него не было никакого дуэльного опыта. А Швабрин старый дуэлянт и, собственно, в эту отдалённую крепость сослан за смертоубийство, как выражается жена капитана Миронова Василиса Егоровна. Тем не менее, Гринёв смело вызывает его на дуэль. И когда Савельич, пытаясь спасти своего подопечного, кричит ему, чтобы он перестал биться, и тем самым отвлекает его Швабрин, несмотря на то, что Гринёв отвернулся, то есть отвлёкся от поединка, он пронзает его шпагой, то есть ранит его. И добрая семья капитана Миронова, конечно, выходила его, поставила на ноги. То есть у него нет никакого дворянского опломба, его тянет к этой милой простой семье. И впоследствии, когда и капитан Миронов, и его жена Василиса Егоровна становятся жертвами Пугачёва, он их казнит, потому что они представители для него правящего класса. И, конечно, Маша, которая осталась сиротой, становится для Гринёва наиболее таким важным в жизни человеком. Он понимает, что должен её защищать. Несмотря на дворянское предубеждение против Пугачёва, он видит в нём умного, великодушного человека, защитника бедных и сирот. И он честно в своих записках признаётся, что он симпатизировал Пугачёву. Образ Гринёва дан в развитии. Черты его характера развиваются и постепенно раскрываются перед читателем. Его поведение в каждом случае психологически мотивировано. То есть Пушкин очень точно показывает, почему, чем вызвана та или иная реакция Гринёва. Всегда всё абсолютно объяснено. Из изображённых в повести представителей дворянства он единственное положительное лицо. Хотя остаётся и по своим взглядам, и по убеждениям сыном своего времени и своего класса. Ну, народ. Конечно, народ тоже очень колоритно показан в повести. Причём не одноликой массой. Среди крестьян были активные участники Пугачёвского движения, но были и такие, как Савельич. Образ Савельича, преданного своему господину, он дворовый крепостной человек семьи Миронова. И Пушкин его даёт как, в общем-то, очень такое реальное лицо, то есть очень правдиво его изображает. В образе Савельича Пушкин нарисовал такого, ну, хорошего, хорошего русского человека, трагизм положения которого в том, что он живёт в эпоху крепостного права, обезличивающего крестьянина и, прежде всего, дворового. Савельич как образ был отмечен очень многими критиками. Ну и правда, Пушкин действительно в нём показывает многие привлекательные черты, характерные для простого русского человека. Верность долгу, прямота, способность глубокой привязанности и самопожертвованию. Всё лучшее в Гринёве воспитано преимущественно Савельичем, потому что он с детства был его воспитателем. И он очень привязан к Гринёву, как, можно сказать, к внуку своему. И долг свой видит в том, чтобы устроить счастье своего питомца. Вот что интересно, Савельич раб по положению социальному, но не по духу. В нём живёт чувство человеческого достоинства. Горечь и боль вызвало в Савельиче грубое письмо к нему старика Гринёва. И мы видим, что вот этот образ – это настоящий протест Пушкина против крепостного права. Ну а Швабрин, который перешёл на сторону Пугачёва, который предал присягу, это аристократ, ранее служивший в гвардии из-за дуэль сосланной, вот как я уже сказала, в Белогорскую крепость. Он умён, он красноречив, он остроумен, находчив. Но к народу, так сказать, ко всему, что не касается его личных интересов, Швабрин глубоко равнодушен. В нём нет чувства долга, в нём нет чувства ответственности. Он пишет анонимный донос отцу Гринёва на его сына. Он силой пытается жениться на Маше Гринёвой. И, так сказать, получив отказ, он мучает её, он, по сути, её заключает в темницу. И действительно, это такой морально опустошённый человек, которого Пушкин делает таким вот нарочито отрицательным героем, антиподом Гринёва. Ну, а что касается Мироновых, вот слева на иллюстрации вы видите, как они прощаются с дочкой Машей, потому что Машу они хотят спрятать, чтобы, так сказать, пугачёвцы не прознали, что она дочка офицера, командира крепости. Ну, а он-то, капитан Миронов, хотел отправить и жену в свою вместе с Машей. Но Василиса Егоровна категорически отказывается. Она сказала, что будет с мужем до конца. И, собственно, как и он, гибнет от руки пугачёвцев. Это старинные люди, как называет их Пушкин. В этих словах, которые он приводит в качестве эпиграфа к главе, где он рассказывает о семье Мироновых, мы видим, что они вышли из народа, что они, в принципе, вот дослужился, капитан Миронов дослужился сам до этого чина. Он был человеком простой, он из солдатских детей, он необразованный, но честный и добрый. И Василиса Егоровна изумляется богатству Гринёву. А семья Гринёва по меркам того времени не такая уж и богатая. 300 душ крепостных. Это не так много. Но Василиса Егоровна восхищается, потому что у них ничего подобного нет. И она говорит о своей дочке Маше, как о беспреданнице, потому что девка-палашка, вот и всё их состояние. Больше ничего нет. Близость Мироновых к народу сказывается и в быту, и в отношении, так сказать, к дуэли, как они называют это, смертоубийством, и в их доверчивости, в их добродушии. И, кстати, в их речи тоже много фольклорных выражений. Стерпится, слюбится, не ты первый, не ты последний, на грех мастера нет. И в нравственном отношении Мироновы, конечно, резко противостоят аристократическому дворянству, которое, ну вот, собственно, представлено Швабриным в романе. Крепостническая действительность вместе с её нравами калечит честных и добрых людей, какими являются старики Мироновы. Капитан Миронов, вышедший из народа сам по себе, да, гибнет за чуждый народ устроит. Он добрый, беззлобный человек, а становится, по сути, противником народа. Об этом говорит допрос комендантом башкирца. И, кстати, не случайно башкирец, у которого вырван язык на каторге, такие вот типичные ужасы тех лет. И его с пристрастием допрашивает капитан Миронов, видя в нём лазутчика. И потом именно этот башкирец будет казнить капитана Миронову. Очень полно раскрывается в повести образ капитанской дочки Маши Мироновой. Простая русская девушка, лет 18, как говорит Пушкин, то есть ей 18 лет, с самой обыкновенной наружностью, просто мила, но отнюдь не красавица, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными назад. Её речь – показатель невысокой культуры. Я так и обмерла. Да так, он такой насмешник, он очень непротивен. Это меня беспокоило бы страх. Это вот я сейчас цитирую некоторые её фразы. Она скромна, у неё достаточно твёрдые нравственные устои. Она всем сердцем полюбила Гринёва, но, несмотря на это, отказывается выйти за него замуж без согласия его родителей. А поскольку донос написал Швабрин, отец рассержен на Гринёва, и когда получает от сына письмо с просьбой о благословении, отвечает отказом. И Маша говорит, без их благословения не будет тебе счастья. То есть, несмотря на то, что они любят друг друга, Маша не соглашается выходить замуж против воли родителей. В её отношениях к людям нет ни эгоизма, ни расчёта. Любит она Гринёва глубоко и бескорыстно, и поэтому даже не боялась поехать в царский дворец. И мы видим, что, несмотря на то, что она такая девушка застенчивая, она ведёт себя достаточно смело, и благодаря её заступничеству решается благополучно судьба Гринёва. Несколько слов о композиции романа. Он построен в форме семейных записок Гринёва, главным образом о тех неожиданных происшествиях, которые были важными в его жизни и оказали влияние на какие-то, так сказать, перипетии в его судьбе. Дело в том, что Пушкин заставляет Гринёва подробно и точно излагать все факты крестьянского восстания. И получается, что вроде бы повествование ведётся от лица Гринёва, но мы понимаем, что всё, что говорит Гринёв, это в большей степени, конечно, сам автор. Повесть построена так, что в исторической её части всё время как бы противопоставлены, я напоминаю, это называется приём антитеза, два лагеря, лагерь повстанцев и лагерь правительства. И, конечно, по сути противопоставлены Пугачёв и Екатерина II. И мы понимаем, что если следить за тем, как изображены появляющиеся на страницах повести враждующие силы, то легко заметить, всё честное, благородное, справедливое, истинно человеческое, отдано авторам записок, ну, по воле Пушкина, конечно, народному миру, а не дворянско-помещичьему. Первый раз представители двух враждебных лагерей сталкиваются во второй главе «Вожатые», вот где Пугачёв их спасает во время «Бурана». Мы видим, что «Вожатые» это воплощение лучших черт народа, и он кровно с ним связан. А вот генерал, командующий Оренбургским гарнизоном, он, конечно, оторван от народа, и не случайно он немец, он плохо знает русский язык, и Пушкин даже этой деталью показывает, как далеки они, в общем-то, от истинного положения вещей. Про то, что противопоставлены два военных совета, я уже сказала. И повесть в каждой своей главе начинается с эпиграфа. Очень... Эпиграф, по сути, отражает, конечно, всю истинную сущность главы, то есть самое главное, что происходит там. И пейзажи в повести отражаются реалистической точностью. Пушкин сжато буквально в нескольких словах, умеет нарисовать полную и впечатляющую картину природы. Так, например, даны пейзажи в первой главе, во второй и в последней. И все, что связано с Пугачевым и с Екатериной второй, все обязательно сопровождается пейзажем. То есть это не просто описание внешности, как, я надеюсь, все понимают, да, пейзаж, там, местность или погода, а он выполняет важную роль в характеристике героя и в развитии действия произведения. Потому что вожатый единственный человек, который во время Бурана не растерялся и не пал духом, то есть который показал дорогу и спас таким образом Гринёва. Ну и, собственно, Буран является завязкой сюжетной линии Гринёв-Пугачёв. Если бы не было Бурана, не произошло бы знакомство Гринёва с Пугачёвым. И судьба Гринёва, вероятно, сложилась бы иначе. В сцене свидания Марии Ивановны с Екатериной второй пейзаж иной, резко контрастирующий с первым. Там мрак и вихрь, да, потому что Буран. Здесь прекрасное утро, пожелтевшее под свежим дыханием осени липы. В такую ясную погоду в обстановке царскосельского парка с его озером, лугами, памятниками славе русского оружия Мария Ивановна встречается с Екатериной второй, которая дарует милость дочери капитана Миронова. Интересно отметить, что в то время, как портрет Пугачёва Пушкин создаёт сам, резко расходясь с изображением его вот у других дворянских писателей, как я говорила, Екатерину вторую он рисует так, то есть не сам, а так, как она представлена на знаменитом портрете Боровиковского, художника XVIII века, то есть портрет Боровиковского. То есть мы видим, что Пушкин отказался от самостоятельной зарисовки портрета. Это тем более интересно, что всегда верной правде Пушкин на этот раз отступает от неё. Почему? У Боровиковского, рисовавшего портрет Екатерины II в 1791 году, она изображена уже стареющей. А встреча Марии Ивановны с царицей произошла в 1774 году, то есть когда Екатерине было 45 лет. То есть видите, вот такая вот интересная деталь. Ну вот, собственно, мы закончили с вами обзор произведений Александра Сергеевича Пушкина. Мы с вами посмотрели, да, и на стихотворный роман Евгений Онегин, и на прозаические произведения, в частности, роман «Капитанская дочка». И я вам, конечно, посоветую просмотреть лирику разных лет Пушкина, потому что в его стихотворениях, конечно, поэт выражается с такой очень значительной силой, именно когда на, так сказать, малом формате текста стихотворения Пушкин потрясающе использует средства художественной изобразительности, которые, напоминаю, называются тропами, и его лирический герой всегда интересен. Вопросы, пожалуйста. В следующий раз мы начнем с вами обзор и анализ творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Очень желательно прочитать роман «Герой нашего времени». Ну и лирику Лермонтова, конечно. Вопросы, конечно. Вопросы, конечно. Вопросы, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова